Пришкольные лагеря. Мы пока по школьным лагерям только просчитываем наши возможности и смотрим на то, что 30 июня у нас еще карпакин. До 30 июня, да? И пока мы еще не прорабатывали вопрос лагерей. Пока только мы знаем о том, что у нас планируется все-таки 2 июля, уже известна дата, это будет у нас последний звонок, вернее мероприятие, праздник окончания средней школы. Это мы уже знаем. 2 июля. 2 июля уже дата обозначена. Единственное, что мы не понимаем, что будет с карантинными мероприятиями. И поэтому график мероприятий, вернее, что будет в этих мероприятиях, какие это будут мероприятия 2 июля, мы еще анонсировать не можем. То, что они будут, однозначно будут 2 июля. То есть мы не знаем, будут ли линейки праздничные, или каждая школа будет сама по себе судить? Нет, 28 мая будет праздник последнего звонка для учеников начальных школ 2 и 3. В связи с проведением внешнего оценивания, да, праздник последнего звонка для других учебных заведений состоится 29 мая, в субботу. Что касается последнего звонка, для выпускников, да, то это будет у нас уже 2 июля. А, 2 июля это бал для выпускников. Да, да, да. И в каком формате он будет проходить, пока неизвестно. В каком формате мы еще отдельно об этом расскажем. Ну, а все равно она по пришкольным лагерям, там же объявлен тендер, да, на закупку на всякие случаи. Объявлен тендер, да, на закупку, но на сегодняшний день мы еще окончательно, ну, мы, чтобы не задерживать случаи, если, да, мы не понимаем. Желтая зона, в принципе, не запрещает соблюдением карантинных норм организовать такой лагерь, да. Но мы не понимаем, что может быть, да, мы сегодня в желтой зоне, мы этому радуемся. Но мы видим, да, что вот в автобусах наших маршрутных такси люди продолжают ездить без масок. То есть мы расслабились и опять не соблюдаем санитарные нормы. Если у нас будет опять помаранчевая зона или, не дай бог, какой-то карантин, то мы не сможем открыть лагеря. Но если все-таки мы будем в желтой зоне и у нас все будет нормально и хорошо, мы такие лагеря в школах у нас организованы будут. Поэтому тендер и объявлен, что в случае, если мы будем в нормальном эпидсостоянии, да, по карантину, то, значит, такие лагеря у нас будут работать. А в детских садах будут какие-то выпускные? В детских садах пока о выпускных речь не идет. Мы только, единственное, у нас будет вопрос, как будут работать веки наши детские сады. Отдельно.